Приветствую вас. Да, конечно, отношения возможны. Вопрос заключается только в том, какого рода будут отношения, да, то есть какие ожидания у вас за отношения, какие отношения будут на самом деле. Это на самом деле очень важный вопрос, потому что, как бы, ну, по-разному бывает, по-разному складывается ситуация, вот, и очень часто проблема заключается именно в том, что какие-то вот ожидания, которые, ну, совершенно не имеют ничего общего с реальностью, да, у людей возникают, и, собственно, из-за этого у нас происходит, ну, достаточно такая серьезная проблема, потому что появляется разочарование, и, собственно, как бы ничего хорошего в жоке не происходит из этого. Вот. Поэтому мне кажется, что, да, отношения, конечно, возможны, безусловно, но вопрос в том, какие. Вам очень важно понять для себя, каких отношений в первую очередь вы хотите. Какие отношения вам в первую очередь нужны. Вот. Что касается самого вопроса, то он, на мой взгляд, задан с некоторой такой долей противоречия, потому что, ну, во-первых, вы пишите, возможно ли отношения, возможно ли отношения, если они начинаются без влюбленности, да, то кто-то вы спрашиваете. Значит, вы пишите, что отношения начинаются, то есть они уже начались, и если они уже начались, то как они могут быть возможны? То есть они, конечно, возможны, раз они уже начались. То есть в этот момент он, ну, мне показался несколько странным, потому что в каком отношении они либо уже начались, да, отношения, и в таком случае они возможны, либо они не начались, если в таком случае они, ну, как бы, действительно невозможны. Вот. То есть в данном случае ситуация именно такая. И я вижу в этом, к сожалению, противоречие достаточно такое сильное, потому что, ну, как бы, вы говорите здесь о вещах, которые друг другу противоречат, если вы говорите о вещах, о вещах, которые друг к другу находятся в состоянии взаимного исключения. А вы поймите, что влюблённость, да, влюблённость, это такая штука, которая проходит по большому черту. То есть влюблённость, это то, что обязательно пройдёт. Если у вас помимо влюблённости ничего больше нет, ничего нет вот помимо влюблённости, что-то большая проблема для мошенников, потому что чувства пройдут, а что делать дальше. Вот. Поэтому я надеюсь, я надеюсь, что вы как-то, как-то вот для себя эти моменты выделите обязательно и определите всё же, что между вами общего, ну вот, между вами и вашим партнёром, словно говоря, что между вами общего. Ну вот, потому что, если общего нет, ну вообще, если общего нет, называемо, если общего нет, то это довольно серьёзная проблема, вот. И никакая влюблённость вам здесь не поможет, потому что влюблённость, она рано или поздно пройдёт. Вот. Куда важнее, насколько вы связаны, что вас связывает, что вам нравится, там, допустим, ну, друг в друге, и так далее. Вот это вот, на мой взгляд, гораздо более важная история, чем всё остальное, вот. И, соответственно, на это вам нужно обращать внимание. Не на влюблённость, а именно вот на то, что общего есть между вами, что вас связывает. на характер и цели отношений, потому что точно такая разная достаточно история, вот, у людей была, вот. Так что здесь, на мой взгляд, нужно учитывать обязательно данные аспекты, вот. И иметь это всё в виду, вот, там ещё, иначе, иначе могут быть трудности, иначе могут быть какие-то проблемы, иначе могут быть нестыковки, вот. Но отношения, да, они возможны, это совершеннейший факт, вот. Но, как бы, ждать, или от этих отношений ждать, чего-то, чего-то конкретного, да? Я, 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 я бы вас, наверное, всё-таки предоткерёг бы, потому что, ну, рискуете вы, в таком случае, попасть в разочарование, ну, то есть разочароваться. Рискует его, вот. Но я бы этого очень не хотел, чтобы, ну, чтобы вы разочаровывались, потому что, ну, для отношений это крайне негативная история, вот. Так что, аккуратно, аккуратно, вступайте, вступайте, в отношения, надо, как бы, я вас не, не призываю, чтобы вы вообще в них не вступали, но аккуратно. Идеально, вот, прям идеально, если, если бы вы, вот, открыли бы для себя этот момент, да? То есть момент, допустим, а, ну, связано с тем, что для вас отношений, ну, вот, вообще, что такое, что такое для вас отношений. Вот. Это было бы идеально, если бы вы, ну, ответили бы себе на этот вопрос, что такое отношения для вас. Вот. Это было бы идеально, это было бы, в общем-то, хорошо, вот, это было бы полезно для вас. И я считаю, что это могло бы позволить вам избежать многих проблем, ну, в будущем, в будущем. Вот. Потому что, многие, многие вещи просто, ну, до вас, до вас они бы не дошли, просто многие вещи. Вот. Я вас, опять же, ни к чему не принуждаю, да, ни к чему не призываю, я просто хочу, чтобы вы, вот, ну, задумались. На эту, на эту, на эту тему, вот, подумали на эту тему, как следовать. Вот. Я не хочу, чтобы вы их думали, что я пытаюсь, там, вас, к чему-то принудить, да, и так далее. Вы работаете для себя ещё, такой нам момент, что для вас этот человек значит. Так вот, вы с кем-то начинаете отношения, с кем-то, да? Вот. Что для вас значит этот человек, с которым вы начинаете отношения? Как вы видите человека, с которым вы начинаете отношения? Да. Вот. Это всё очень важный момент, момент. Тоже. Тоже. Вот. Так вы его принимаете таким, как он есть? Вы готовы мириться там, допустим, с его недостатками? Вот. Вот. А они у него есть, недостатки. Они у него есть, это недостатки. А, совершенно, ну, совершенно определённо, они у него есть. Вот. Если готовы мириться с этими недостатками, то хорошо. Если не готовы, то лучше прямо вот сейчас на берегу об этом, обо всём договориться и определить, как и что. Вот. Примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Извините, если это получилось. Если это немного получилось, да? Ну, небольшая информация, извините, если вы получите, но связано с тем, что очень малая информация для анализа дали вы. Вот. Так всё. Так вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.